привет капитаны в эфире fw channel канал где изучают корабли расширится и флот супер кораблей тут ожидается прибытие эсминцы европы долларна прекрасная девушка из офиса лесты конечно же имела в виду не эту баржу просто другого исторического корабля с именем долларна я не нашел но для нашей исторической игры это не так уж страшно ведь у нас будет своя долларна вот такая про корабль не так давно объявили в блоге разработки и у тех кто потрудился изучить его ттх уже наверняка потекли слюнки от желания поскорее заполучить этот кораблик себе в порт особенно это касается любителей халандов которых в игре сейчас очень много ценителей смоландов и рагнаров ведь долларна это продолжение европейской ветки эсминцев следующее эволюционное звено после халанда то есть по сути корабль 11 уровня который в нашей игре скромно называется супер кораблем давайте разбираться насколько это и вправду супер или же не очень но прежде напомню что корабль еще тестируются его ттх могут измениться а также советую обратить внимание на список настоящих ценителей изучения кораблей помогающих каналу не загнуться под гнетом санкций эти имена достойны того чтобы их знал каждый зритель этого канала и так в блоге сказано что главным отличием супер эсминца от своего предшественника халанд является дополнительная башня главного калибра казалось бы всего лишь какая-то башенка но далее замечают что за счет этого у корабля один из лучших показателей урона в минуту в своем классе здесь стоит отметить что халанд в гк заточки способен довольно неплохо огрызаться с главного калибра и создавать проблемы многим мощным эсминцам за счет сочетания такого главного калибра с хилкой ну а смоланд отличающийся от халанда лишь 0,3 секунды перезарядки в базе и вовсе является одним из самых опасных контр эсминцев способные перестрелять практически любой эсминец на уровне разве что рагнар может стать для него проблемой поэтому предлагаю сравнить дпм новинки доллар на с халандом и смоландом и сразу все станет понятно про его главный калибр вот я заполнил нашу фирменную табличку за которую не забудьте поставить лайк ведь она сразу отвечает на основные вопросы по кораблю нагляднее тысячи слов и вот мы видим что наша дорогая долларночка по дпм на 21,6 процента лучше даже смоланда просто смоланд это мой любимый эсминец и я немножко знаю на что он способен в перестрелках а тут мы имеем еще сверху 21,6 процента мощи главного калибра больше боеспособность на 1100 и соответственно более мощные хилки лучше инвиз который у смоланда 6 и 1 а у долларны будет по моим прикидкам как у халанда то есть 6 и 0 а еще базовая скорость хода на один узел выше 36 против 35 у смоланда с халандом да конечно у смоланда есть рлс и turbo форсаж благодаря которым в среднем он эсминцы будет контрить все-таки получше за счет тактических возможностей но в прямой перестрелке долларно будет теперь мощнее и это делает эсминец крайне желанным ведь кроме мощнейшего главного калибра у долларны еще шикарные торпеды которые даже лучше чем у халанда и с учетом того что по части торпед смоланд несколько слабоват то в образе долларны у нас вырисовывается крайне привлекательный эсминец который мощнее смоланда по главному калибру и при этом же одновременно лучше халанда по части торпед раньше было как хочешь контрить эсминцы бери смоланд хочешь кидать торпедки бери халанд теперь же получается что если хочешь все и сразу то бери долларну в которой еще и боеспособности больше базовая скорость выше маскировка как у халанда то есть лучше смоланда а пво еще несколько мощнее чем у халанда и заградка тоже имеется бедные авики если раньше для авиков халанд был самой неудобной целью то долларна это просто какой-то страшный сон для них сравните сами ауры еще мощнее количество разрывов в залпе больше на 3 инвиз корабля такой же скорость выше боеспособность больше ну да ладно с авиками им не привыкать страдать давайте лучше внимательно и разберем торпеды долларны и чем же они лучше торпед халанда во первых у долларны есть супер фишка возможность переключения между двумя типами торпед первый тип это привычные нам торпеды халанда но только скорость перезарядки в базе на 10 секунд меньше 90 секунд вместо сотни остальные параметры торпед те же то есть идут далеко аж на 15 километров весьма быстро 86 узлов в базе но урон небольшой 10700 как и у халанда но более бодрая скорость перезарядки делает эти торпеды еще опаснее чем на халанде но есть еще и второй тип торпед максимальный урон 14400 дальность хода 10 километров скорость 70 узлов время перезарядки 90 секунд заметность торпед 1 и 3 то есть эти торпеды имеют гораздо больше урон примерно на 35 процентов то есть больше чем на треть но дальность хода только 10 километров что вполне нормально меньшую скорость хода но все равно 70 узлов в базе это очень хорошо и внезапно лучшую незаметность 1 и 3 против 1 и 8 у обычных торпед халанда и долларну и вот эта разница в незаметности торпед вполне компенсируют разницу в их скорости то есть увернуться от этих торпед будет совсем не проще чем от обычных но при этом урон будет на 35 процентов выше и это просто мега круто ведь нам пишут в блоге что долларна прямо в бою может использовать два типа торпед из чего логично предположить что можно будет кидать обычные торпеды когда цель от тебя далеко если же ты подошел ближе то меняешь тип торпед и используешь более мощные опытные игроки чаще всего кидают торпеды как раз ближних дистанций чтобы надежнее попадать и засаживать в цель не одну торпедку а сразу целый веер поэтому второй тип торпед будет очень кстати но пока ты не сблизился с целью или тебе что-то мешает это сделать например крейсер с дальнобойным рлс или авики или просто еще начало боя можно спамить дальнобойными 15 километровками в общем друзья лично мне крайне сложно сдержать в себе нетерпеливое желание поскорее получить такой супер во всех смыслах эсминец поэтому чтобы сильно не страдать от ожидания я начинаю думать что вдруг его еще понерфят перед релизом и он станет не таким прекрасным ведь пока что и вправду выглядит очень и очень мощно буду внимательно следить за его судьбой и как только нам разрешат показать его в деле сразу же это сделаю подписывайтесь чтобы не пропустить всем удачи крепкого здоровья и до новых встреч в эфире с вами был супер джедай и вот мы и мы и Продолжение следует...